Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хотела бы с вами поделиться некоторые моменты в оформлении вот такого вот тортика. Торт я назвала модисткой и неспроста. Этот торт я на днях делала для своей старшей сестры. И всю свою сознательную жизнь моя сестра шьет одежду. Неправильно сказала, шьет все. От купальников до меховых шапок. Раньше модистками называли мастериц, которые изготавливали женские шляпки. А затем же модистки стали шить и женское нижнее белье, и верхнее платье. И я подумала, что это название как раз-таки подходит к данному торту. Итак, начнем. Торт у меня будет состоять из двух ярусов, и оба яруса мне нужно выровнять ганашем. Ганаш я использовала на молочном шоколаде. Это обычный классический ганаш на масляной основе. Для первого яруса я выбрала начинку малиновый пломбир, но вместо малины я использовала чернику, поэтому это был черничный пломбир. А верхний ярус у меня был карамельная девочка. После того, как я оба яруса выровняла ганашем, мне необходимо каждый ярус по отдельности покрыть мастикой. Мастику я использовала топ-продукт. Раскатываем пласт примерно где-то 0,3 см. В общем, не сильно тонко и не сильно толстый. Если вы мастику раскатаете слишком тонко, то она у вас, вероятнее всего, порвется при обтяжке. А если пласт будет слишком толстый, то это и не слишком красиво будет смотреться, и больше будет заломов при обтяжке. После покрытия, прежде чем собирать все это в единую конструкцию, мы отправляем оба яруса в холодильник. Примерно где-то минут на 30. А затем начинаем подготовку сборки. Обязательно в нижний ярус вставляю осевую центральную шпажку. Обрезаю ее такой высоты, чтобы она ни в коем случае не вылазила за пределы верхнего яруса. И еще, если я использую подложку из пеноплекса, то я эту осевую шпажку и протыкаю прямо в подложку. Тем самым фиксирую полностью весь торт на подложке. Затем вставляем остальные шпажки, на которых у нас и будет стоять верхний ярус. Верхний ярус у меня сразу собирается на отдельной картонной подложке, в которой я также заранее делаю отверстие для этой же самой осевой шпажки. Сейчас, когда я буду собирать, вы все это поймете. В общем, шпажки вставлены. Берем второй ярус, который у нас обязательно должен быть с холодильника, и насаживаем его на осевую шпажку ровно по центру. Теперь вы можете не бояться, что верхний ярус у вас при транспортировке куда-либо уедет. Во-первых, его держит осевая шпажка, и к тому же мы между собой ярусы скрепили ганашем. Торт собрали, убираем его в холодильник. Мы можем приступить к некоторым элементам для оформления торта. Для платья нам нужна съедобная ткань и съедобное кружево. В прошлом году мы с вами делали съедобную ткань двух видов. И ссылочку на это видео я оставлю в описании. Я остановилась на варианте, где мы использовали вафельную бумагу. Он мне больше всего понравился. Полоски вафельной бумаги мы распределяем на силиконовых ковриках. И затем тонким слоем покрываем смесью желатина и глицерина. После того, как смесь на вафельной бумаге немного застынет, мы покрываем кондурином. Кондурин я использовала двух цветов. Это серебряный и черный. Покраска ткани завершена. Отлепляем полоски от силиконовых ковриков. И подравниваем каждую полосочку ножницами. Кстати, из этих уже готовых полосок вы можете выкрыть любую деталь для платья. А нам еще понадобится кружево. Кружево я буду делать с помощью силиконового коврика и уже готовой смеси для кружева. Не знаю, ли получится оставить ссылку на коврик, так как покупала я его очень давно. Но что-нибудь похожее найду. А вот ссылочку на эту готовую смесь я оставлю в описании. С помощью этой смеси кружево делать очень легко. Она уже у меня была с перламутровым оттенком. Просто распределяем ее по силиконовому коврику шпателем и отправляем в духовку. Производитель рекомендовал сушить кружево при 100 градусах в течение 14 минут. Для моей духовки этого времени было недостаточно. Поэтому я оставляла силиконовый коврик в духовке на 20 минут. Просто если вы его не досушите, то при отсоединении кружево будет рваться. Все подготовили. Достаем торт из холодильника и начинаем творить. Кистью я ношу примерный рисунок. Это лифт платья. Чисто для того, чтобы мне было удобно ориентироваться, в каком направлении должна пойти ткань. И снизу вверх на собственное усмотрение прикрепляю детали. Где-то складок должно быть побольше, где-то поменьше. Эти детали, что съедобную ткань, что кружево, я к мастике прикрепляю к кондитерским клеям. Его я сделала из смс. О нем мы уже с вами несколько раз говорили. Кружево с помощью этого клея приклеивается очень хорошо. А вот ткань немножко нужно подержать. Когда дошли до пояса, с помощью мастики делаем боковые части у юбки. Мастику я специально заранее не окрашивала. Когда окрашиваешь ее уже в готовом виде, юбку, она окажется более живой, что ли. В общем, мне такой вариант больше понравился. Ну а дальше мне захотелось лифу платья сделать тоже более живым, поэтому я добавила к нему мастику. Также окрасила эту мастику кистью водорастворимыми красителями, разбавленными водкой. Прикрепила вешалку. Она у меня должна была частями торчать из торта. Остается сделать фон и прикрепить кусочки ткани на верхушку торта. Туда же прикрепляем катушки с нитками и иголочку. Их я тоже сделала из бастики. Все, мой торт готов. Платье получилось изумительное, как с картинки, роскошное. И торт доставил удовольствие не только именинце, но и всем гостям. Буквально каждый хотел его сфотографировать. И все спрашивали, как же это все было сделано. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. И вы захотите, возможно, повторить, а может быть и создать свой съедобный эксклюзивный наряд. Желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.